Активная гражданская позиция это стиль жизни. Научился помогать? Научи помогать товарища. Эфир на Первом Ярославском продолжает проект в тему. В студии работает Светлана Доброхотова. Сегодня поговорим о взаимопомощи. Гость нашей студии Елена Исаева, председатель Центра социального партнерства. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда началась история НКО в нашем регионе? Кто стоял у истоков? Как относилась власть и общество к этим социально ориентированным НКО? История началась давно. Некоммерческие организации, общественные объединения были очень давно. То есть это и 20, и 30 лет назад. Но здесь возникает вопрос, что сейчас они стали более профессиональными. Их спектр серьезным образом расширился. Они стараются охватить все сферы общественной жизни, везде включиться с оказанием услуг помощи гражданам. И поэтому сейчас государство делает действительно ставку на социально ориентированные некоммерческие организации, особенно на те, которые оказывают социально значимые услуги. Отсюда и поддержка некоммерческих организаций и на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Отсюда и надежда жителей на то, что некоммерческие организации помогут там, где государство помочь не может. Поэтому сектор растет, он становится более профессиональным, он становится более востребованным. И это мы видим в том числе и с федеральных телеканалов, мы это видим и с потребностей граждан, которые, не получив поддержку, например, в каком-то учреждении, начинают искать профильную некоммерческую организацию. А если у граждан есть какая-то схожая проблема, например, это родители детей инвалидов, они просто знают ту некоммерческую организацию, которая может им помочь. И обращаются к ним. Как раз, как вы говорите, о поддержке социально-ориентированных НКО неоднократно заявляла глава государства. Как вы считаете, наше общество готово к такому социальному институту? Я считаю, что да. Потому что в некоммерческие организации приходят люди, которые профессиональны, которые умеют оказывать услуги. Как правило, ведь руководители некоммерческих организаций, особенно если это организации, работающие с ветеранами, инвалидами, молодежью, они специалисты в этой сфере. И они приносят реальные знания, реальный опыт, и это люди неравнодушны. Они приходят не за зарплатой, они приходят для того, чтобы действительно помочь. И поэтому, если в организации работает сотрудник, например, с ветеранами, инвалидами, он вкладывает душу. И поэтому это очень важно, и гражданами это востребовано. Сколько у нас сейчас в области социально-ориентированных НКО? Вообще, в принципе, общее количество больше 2000. 2100 с небольшим. Здесь очень важно отметить процесс, что некоммерческие организации создаются и исключаются из единого госреестра примерно одним и тем же числом ежегодно. Потому что кто-то понимает, что больше не хочет работать, у кого-то меняются приоритеты, кто-то уходит на госслужбы и больше не может возглавлять некоммерческую организацию. Кто-то, к сожалению, вообще перестает верить в то, что его некоммерческая организация может получить поддержку и развивать те социальные проекты, до которых создавалось. Но есть много активистов новых ежегодно. Это в районе где-то 150 человек, которые создают новые некоммерческие организации. Они видят ту нишу, где они востребованы. Они понимают важность той идеи, с которой они идут гражданам. И они регистрируют, решаются на этот шаг, потому что это не просто зарегистрировать некоммерческую организацию. За нее нужно нести ответственность. Это и отчетность, это и финансирование деятельности. Поэтому для того, чтобы решиться действительно на это дело, нужно созреть внутренне и быть к этому готовым. Как создаются все-таки социальные проекты? Как работает ресурсный центр? Ресурсный центр, который я возглавляю для некоммерческих организаций, он работает исключительно на безвозмездной основе для получателей услуг. И это моя принципиальная позиция. То есть те гражданские активисты, которые хотят создать некоммерческую организацию, у которых в голове созрел важный социальный проект, должны максимально получать помощь юриста для создания. Потому что, опять же, это не просто сделать устав, заполнить правильно учредительные документы и подать их в нужный орган, в нужные сроки. Очень важно грамотно оформить социальный проект. Потому что, например, организации подают заявки на конкурс грантов президента. Здесь очень важно вложить все документы, правильно оформить заявку. И этому нужно учиться. И вот такие услуги мы оказываем бесплатно некоммерческим организациям. И я очень рада, когда появляется новая зарегистрированная организация, нашими руками сделанная. Когда выигрывает проект, который мы помогали писать, оформлять. И регион получает новый институт гражданского общества, новую надежду на то, что в какой-то сфере начнется действительно профессиональное и активное бурление общественников. И они начнут помогать жителям региона. С кем сотрудничаете? Кто помогает? Мы сотрудничаем с федеральными некоммерческими организациями. Поддерживает нас в том числе и федеральный уровень. Это Министерство экономического развития России. Мы выигрываем гранты президента Российской Федерации, за что действительно вот эта серьезная поддержка. Субсидии с областного уровня. Поэтому мы не оказываем никаких платных услуг. Мы живем действительно только за счет целевого финансирования. И мы сотрудничаем. Сейчас у нас новый виток отношений. Мы взаимодействуем с опорным вузом Ярославской области. Я рыгаю имени Погодемидова. Мы заключили соглашение. И в рамках этого у нас началась новая деятельность. То есть мы участвуем в поддержке со стороны университета некоммерческих организаций. Мы взаимодействуем со студентами, которые являются консультантами юридической клиники на базе юридического факультета Демидовского университета. И студенты Демидовского университета проходят на базе ресурсного центра стажировки. То есть они консультируют некоммерческие организации, поскольку это очень такая узкая область знаний. И обучаясь в университете, не так много тем затрагивают некоммерческие организации. И мне, как руководителю ресурсного центра, я также преподаю на юридическом факультете Демидовского университета, мне очень важно, чтобы наши студенты знали некоммерческие организации, руководители в лицо, умели помогать. Потому что, ну, на самом деле, всякое может быть, и ресурсный центр в какой-то момент может перестать работать. Но зато будут воспитаны студенты, которые обладают достаточной компетенцией, чтобы помогать нашим руководителям некоммерческих организаций. Вы буквально сейчас зацепилась за ваши слова юридическая клиника. Что это? Расскажите поподробнее. Очень интересный термин. Это специальная образовательная программа, в рамках которой студенты юридического факультета под контролем профильных преподавателей оказывают консультации бесплатные гражданам, жителям Ярославской области. В рамках данного процесса каждый житель Ярославской области, если его интересуют вопросы в рамках семейного права, например, законодательства о защите прав потребителей, составления исковых заявлений, они могут обратиться в юридическую клинику и получить консультацию. Другой вопрос, что здесь сразу надо оговориться, что это не скорая юридическая помощь, потому что студентам дается неделя на то, чтобы они подготовили правильный письменный ответ. Его проверяет профильный преподаватель по семейному праву, по трудовому, по жилищному, и только тогда гражданин получает квалифицированную, уже составленную юридическую консультацию, оформленный документ. Также в рамках юридической клиники проводятся дни открытых дверей, дни бесплатной правовой помощи. Вот, например, в ближайшую пятницу на базе юридического факультета будет как раз день бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей. Мы делаем профильные вещи. И, соответственно, если нужно жителям Ярославской области получить помощь юридическую у студентов под контролем профильных преподавателей, можно позвонить по телефону 73 11 08, и я уже объясню им, каким образом можно эту помощь получить. Вот по этому телефону нужно спросить меня обязательно 73 11 08, и я, соответственно, процесс организую по доступу к этой бесплатной юридической помощи. Если уходить от темы бесплатной юридической помощи и все-таки возвращаться к теме создания НКО или какого-то социально ориентированного проекта, расскажите, я понимаю, что все начинается с идеи, но вот когда возникает эта идея, вы сразу определяете, что она выстрелит? Или же есть такие проекты, которые вот скрыто, а потом они какой-то вот масштаб приобретают? Здесь нужно смотреть каждый проект в отдельности. Во-первых, я всегда смотрю, кто приходит с этой идеей. Однажды был прецедент, когда пришла женщина и сказала, о, в больницах, наверное, есть много пустых мест, коек, помещений, а давайте мы сделаем и начнем туда оказывать услуги платные для родителям и детям с инвалидностью. Я говорю, а вы сколько лет работаете в этой сфере? И с какими клиниками вы говорили? Где вы видели пустые места? Я никогда не работала в этой сфере, сказала женщина, с клиниками никогда не сотрудничала, но я считаю, что это нужно. Вот в этом случае, если человек некомпетентен, если он не погружался в проблематику, проект, как правило, не выстрелит. Он не станет действительно проектом, приносящим пользу жителям региона. А если человек профессионален, если он разобрался в ситуации, если он посмотрел аналогичные практики по другим регионам, и он приходит, и у него есть уже оформленная идея каким-то образом, то мы тогда от ресурсного центра помогаем направить эту идею туда, где она может получить поддержку, финансирование, понимание, потому что не всегда даже нужны финансы. Иногда нужна поддержка органа власти в продвижении этой социально значимой идеи, и волонтеры, добровольцы, они сами сделают своими руками. Либо это, например, работа с безнадзорными животными, либо это реализация какого-то молодежного проекта. Люди готовы делать сами, но нужно получить какое-то разрешение, какую-то поддержку, чтобы они не думали, что вот они тут самостоятельно чего-то напридумали, а вдруг это вот не будет воспринято органом власти. Давайте все-таки здесь как раз проговорим. У человека возникла очень интересная идея, он считает, что она имеет место быть. Куда идти, к кому обращаться, что делать? Вот по пунктам давайте разложим. Я думаю, что, во-первых, определиться, в какую сторону данная идея должна реализоваться. Либо это молодежная политика, тогда можно пойти, например, в дворец молодежи предложить идею. Если это политика в сфере защиты прав граждан, можно обратиться, и это интересная идея, к уполномоченному по правам человека Ярославской области. Можно обратиться, например, в общественную палату Ярославской области. То есть действительно здесь сначала посмотреть, а кто вообще заинтересован в реализации данной идеи. Потому что если это экология, если это безнадзорные животные, если это еще что-то, то нужно прийти к человеку, который будет готов. Можно обратиться к нам в ресурсный центр, и я помогу уже определиться, в какой-либо орган власти, либо в какое общественное объединение за поддержкой. Потому что, например, может уже создано такое профильное общественное объединение, которое подобные проекты реализует. И этому человеку они будут крайне рады. Поэтому можно в ресурсный центр обращаться, и здесь уже вот от нас будет поддержка, собственно, по направлению, в то или иное русло, где можно действительно получить поддержку. Вот давайте теперь с вами немного помечтаем. Вот что вы считаете своей победой в своей работе, как руководителя вот такого проекта? Я каждый раз оцениваю, смотрю, вот прошел еще один год. Сколько им мы помогли, сколько организаций мы создали, сколько организаций выживают следующий год и начинают успешно развиваться, сколько идей реализовано, сколько нам удалось привлечь финансирование именно на поддержку других проектов. Потому что мы сами тоже проводим конкурсы от ресурсного центра, и социальные проекты поддерживаем. И я вижу, когда была маленькая организация, которую мы, например, сейчас помогли создать в Даниловском районе, молодые совсем девушки, которые хотели заниматься помощью безнадзорных животных, сейчас они получили грант-президента. Не имея другого финансирования, они зарегистрировались, мы им помогли, они создали замечательный проект, и они смогли выиграть федеральные деньги на реализацию проекта в муниципальном образовании. Я считаю вот это победой. Поэтому каждый раз, когда те, кому мы помогаем, получают поддержку, развиваются, вот я считаю, что мы работаем не зря. И поэтому бывают иногда моменты, когда руки опускаются, но каждый раз я вспоминаю, сколько мы сделали, сколько им мы помогли, и уровень обращений, количество обращений с каждым годом к нам возрастает. И поэтому я считаю, что жить нужно, руки опускать нельзя, и, соответственно, помогать ресурсный центр будет и в дальнейшем. Спасибо вам, хочется сказать, действительно, за интересную беседу, за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Если у вас есть интересная идея, и вы готовы предложить все усилия к ее воплощению, специалисты Центра социального партнерства вас не только поддержат, но и подскажут верный путь. О людях с активной гражданской позицией мы говорили с Еленой Исаевой, руководителем Центра социального партнерства. Это была программа «Втему». А я напоминаю, все самое интересное уже на нашем официальном сайте 1яр.тв. Оставайтесь вместе с Первым Ярославским. Субтитры создавал DimaTorzok